МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реформа или ее иллюзия? В Казахстане объявили дату парламентских выборов, которые пройдут по новым правилам. Оппозиция считает, что перемен не будет. Выборы, как и предыдущие, которые проводились в течение 30 лет независимости, они не будут честными, они не будут прозрачными. И самое главное, они не будут конкурентными. На топливном заводе истякло терпение. Тысячи рабочих разгромили предприятия на юге Узбекистана. Говорят, что месяцами не получают зарплату. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия». Из студии в Праге ее проведу я, Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Итак, власти Кыргызстана объявили экономическую амнистию. Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, заявил, что ее цель – пополнить бюджет и вернуть в страну незаконно выведенные деньги. Тем временем всех членов Центра избиркома вызывают на допрос, а депутаты ссорятся и меняют законы. Все эти новости обсудим с нашим экспертом, простите, корреспондентом Дарьей Тимофеевой, который выходит на прямую связь из Бишкека. Даша, здравствуй. Ну, давай начнем по порядку. Расскажи, пожалуйста, как будет проходить экономическая амнистия и правильно ли я понимаю, что лица, которые подозреваются в коррупции, смогут избежать наказания? Фарида, добрый вечер. Да, все верно. Садыр Жапаров дал месяц коррумпированным чиновникам на то, чтобы они одумались, а главное – вернули все наворованное в казну. Бизнес вышел из тени и показал все скрытые доходы. Главная цель – это пополнить бюджет, улучшить макроэкономические показатели и найти средства, чтобы выплачивать госдолг. Нужно отметить, что акция – это разовая, и все те, кто сейчас не воспользуется предложением от государства, Жапаров обещает их найти и наказать уже по всей строгости законно. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Больше ничего не надо. Пока я даю вам время и возможность. В краткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств. Движимого и недвижимого имущества. По сути, этой же экономической амнистией Джапаров оправдал то, что накануне был выпущен под подписку о невыезде скандально известный экзам главы таможни Раим Матраимов. Джапаров говорит, что страна не раз видела, как сажают политиков, и многие из них богаче Матраимова, в пример привел бывшего президента Атамбаева. Но государство ничего от них не получало, а наоборот, содержит их за свой счет, кормит в тюрьме и СИЗО. И вот теперь он, Джапаров, намерен действовать другими методами и возвращать все деньги в бюджет. Даша, ну понятно, что Кыргызстану действительно потребуется немало денег, потому что впереди выборы и парламентские, и президентские. Скажи, пожалуйста, известно ли уже, по каким они правилам пройдут? Вот это сегодня должны были утвердить и обсудить депутаты. Они собрались на заседание, но обсуждение проходило довольно тяжело. Сторонники Садыра Джапарова, они предлагают до проведения президентских и парламентских выборов провести конституционную реформу. Их оппоненты заявляют, что это вне закона, и подобные нарушения могут привести Кыргызстан к авторитаризму. И поэтому они настаивают, что первоначально нужно провести парламентские выборы. ЦИК уже определил дату повторных парламентских выборов. Это 20 декабря. Но была сегодня и другая новость от Центра избиркома, которая привлекла довольно большое внимание. Всех членов ЦИК сегодня вызвали на допрос, и они не знали, по какому делу. И лишь спустя несколько часов в МВД пояснили, что их просто приглашали на беседу в качестве свидетелей по делу о беспорядках в ночь на 6 октября. Даша, большое спасибо. Я напоминаю, что на прямой связи из Бишкека была наш корреспондент Дарья Тимофеева. Ну а предложение об экономической амнистии, предложение, которое сделал исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров, мы обсудим теперь с нашим экспертом. На связи генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Кыргызстана Нурипа Муканова. Госпожа Муканова, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, будет ли действительно эффективна экономическая амнистия? Ну, насколько я поняла, это полная экономическая амнистия. Чтобы судить об ее эффективности, нужно посмотреть на три вещи. Ну, скорее всего, две вещи. Первое. Идет речь о капитале не только, и об имуществе не только внутри страны, но и за рубежом, потому что внутри страны, скорее всего, капитала не так много. И второе. Это не просто то, что люди должны уплатить налоги, которые они не уплатили, но именно вернуть те деньги, которые находятся в теневом обороте. По официальным данным это где-то 40%, находится в тени. По неофициальным данным это почти 60%. Находится в тени. Вот, насколько будет это эффективно, мы это узнаем сразу, через месяц, в зависимости от того, сколько на самом деле денег поступит в бюджет. И будет ли это только капитал, который вращается в тени здесь, внутри страны, или все-таки это будут те деньги, которые были выведены в офшоры? Потому что, скорее всего, львиная доля денег, она выводится в офшоры. А есть ли вот как раз хотя бы приблизительные данные о том, сколько именно денег может быть возвращено в казну? Ну, как я уже сказала, вот где-то 60% средств вращается в тени, если эти деньги будут возвращены, но это, считайте, больше половины годового бюджета нашей страны. Ну, даже если вернуть те деньги, которые в офшорах, ну, за короткое время можно собрать весь годовой бюджет страны, потому что, ну, годовой бюджет страны у нас достаточно скромный. Ну вот, Жапаров дал чиновникам и бизнесменам месяц на то, чтобы принять решение. Как вы думаете, не может ли сработать здесь обратный эффект, когда люди, наоборот, постараются за этот срок вывести деньги из страны? Продолжение следует... Объявлено в Кыргызстане исполняющим обязанности президента этой страны Садыром Жапанова Нурипа Муканова. Ну, а теперь давайте перейдем к следующим новостям. В Казахстане назначена дата парламентских выборов. Согласно указу президента, они пройдут 10 января. При этом граждане сомневаются в том, что голосование будет прозрачным и честным. Почему, выяснял наш корреспондент Шалпан Аразбекова. Дату предстоящих парламентских выборов президент Касым Жумар-Тукаев озвучил в своем письменном обращении казахстанцам. Они пройдут сразу после новогодних каникул. Сам глава государства заявляет, до начала новой избирательной кампании будут предприняты меры по политической модернизации. Для этого внесены поправки в закон о выборах и политических партий. В них же предусмотрены пункты, которые, как уверяет Тукаев, не применялись ранее в казахстанской парламентской практике. Впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в парламент и местные представительные органы. Выборы в Маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Лидер незарегистрированной демократической партии Жан-Болат Мамай считает, что ничего нового на предстоящих выборах казахстанцы не увидят. Власти проигнорируют... На юге Узбекистана вспыхнули крупные беспорядки. Таким местом их стал строящийся завод по производству синтетического топлива. Несколько тысяч рабочих разгромили столовую и офис компании подрядчика Enter Engineering. На кадрах, которые вы сейчас увидите, видно, как строители перемещаются по территории предприятия, разбивают окна и ломают камеры наружного наблюдения. Можно увидеть и разгромленный офис компании. Там разбиты компьютеры, мебель и оргтехника. На полу кровь. Автор видеозаписи предполагает, что кто-то из погромщиков мог пораниться. По данным радио Азадлик, для наведения порядка на строительную площадку были направлены сотрудники МВД, Нацгвардии и Государственной службы безопасности. Сведений о пострадавших пока нет. Тем временем, единого мнения о причине этих беспорядков тоже. Подрядчик утверждает, что рабочие не смогли получить своевременный доступ на завтрак. Это якобы произошло из-за проблем с электронной пропускной системой в столовую. Сами рабочие заявили, что кроме проблем с питанием, испытывают серьезные финансовые трудности. По их словам, работодатель уже несколько месяцев задерживает зарплату. Добавлю, что строящийся завод будет одним из крупнейших производителей синтетического топлива в Центральной Азии. Его проектная стоимость оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Сейчас в строительстве объекта принимают участие около 12 тысяч рабочих. Введение в строй первой очереди ожидается в декабре. Порядка 200 граждан Узбекистана заостряли на границе России и Казахстана в Астраханской области. Их всех дезинфицировали, якобы дезинформировали, простите, сказав, что наземная граница открыта. Люди в отчаянии, у многих заканчиваются деньги и просрочились документы. Рассказывает Муса Казаков. Ильхом Джон приехал на границу 10 дней назад и, как сотни других мигрантов, застрял. Он, как и другие узбекистанцы, собрал свои вещи и отправился домой на машине. Но его ждал неприятный сюрприз – граница закрыта. На дорогу потрачено много сил и средств, просрочились документы, говорит Ильхом Джон. Теперь он надеется, что над ними все-таки жалятся и откроют коридор до Каракалпакстана. Махферат на границе уже в третий раз. И в третий раз женщине не везет. Граница для нее закрыта. Она везет коз для разведения в Узбекистане. Дома ее ждут трое внуков. Это дети сына, который, к несчастью, умер. Женщина является опекуном детей и уже семь месяцев не может вернуться домой. Спят люди в машинах и на улице. С едой помогают местные жители. Умываются в озере. Многие приехали с детьми. Некоторых малышей вместе с мамами приутили жители соседних сел. Также помогает местная узбекская диаспора, за что мигранты им очень благодарны. Нам сказали, кто приехал из границы. Они всех сказали, видео отправили, кто проехал. Они видео скинули нам. Вот мы. И я своими глазами видела 15 машин. Перед моими глазами они отпустили отсюда, из Астраханской области. Все эти люди оказались на границе после просмотра роликов в Ютубе о том, что наземная граница якобы открыта. Но это казалось лишь частично правдой. Граница Казахстана открыта только для определенной категории иностранных граждан. И те, кто едет транзитом, в нее не входят. О чем сказано на сайте посольства Казахстана. Кто из иностранных граждан может въехать в Казахстан строго по загранпаспорту, в том числе для несовершеннолетних? Обладатели вида на жительство в Казахстане? Лица, имеющие близких родственников граждан Казахстана? Лица, следующие на похороны близких родственников? Лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи? Лица, следующие на лечение? Лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана? Мигранты надеются на помощь со стороны правительства Узбекистана. Просат, чтобы им открыли коридор. Но никакой реакции ни от посольства, ни от правительства республики пока нет. Муса Казаков, Ильнур Мухаммед Алиев, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Астраханская область. Мы продолжаем говорить о наиболее значимых событиях этого дня. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Есть проблема. Власти Таджикистана собираются обогащать муку витаминами. Потребители опасаются, что даже хлеб станет для них дорогим удовольствием. Эти маленькие, им нужно много есть. Другой питательной еды нет. Иногда и хлеба нет. В Кыргызстане растет число заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 549 случаев с учетом внебольничной пневмонии. Скончались 5 человек. За все время эпидемии заболели 53,5 тысячи человек. Скончались почти 1200. В Казахстане коронавирус выявили у 143 человек. 220 заболели ковидоподобной пневмонией. Всего с начала эпидемии инфицированы почти 110 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали 1800 казахстанцев. В Узбекистане количество заразившихся превысило 64 тысячи. За сутки выявили 305 случаев. Три человека скончались, а за весь период эпидемии умерли 534 больных. В Саджикистане за сутки диагностировали 41 случаи. Общее число заболевших, если верить статистике властей, 10,5 тысяч человек. Скончались 80. Туркменистан планирует закупить вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Гурбан Гулы Берды Мухамедов. При этом глава государства дал указание приобрести препараты, произведенные в разных странах. Туркменистан уже закупил лекарств на 10 миллионов долларов. И кроме того, в страну поступило 240 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа. При этом напомню, что власти по-прежнему отрицают наличие даже одного случая коронавируса в стране. Президент Таджикистана распорядился не позднее, чем через полгода начать производство муки, обогащенной витаминами. По его мнению, это улучшит качество жизни людей. Правда, есть опасения, что хлеб подорожает. Наш корреспондент Анушервон Арипов пообщался с теми, для кого это будет проблемой. Манежа Нурзуда живет в крайней бедности. Она мать-одиночка с тремя детьми. Двое из них с инвалидностью. В выход на комнатном домике в сельсовете Сарикишти практически нет никаких условий для проживания с маленькими детьми. Кухня – это одна плита с баллоном газа у двери. Дворик шириной в один метр, так что и огород не разбить. Здесь Манежа в хорошую погоду сушит одежду. Электричества нет. Бывший муж, живущий по соседству, перерезал провода. Поэтому зимой топят небольшую печь углем, который ей привозит мать из пригорода Душамбе. Вот уголь, так как электричества нет. Без электричества греемся только углем. Бывший муж Манежи платит алименты порядка 39 долларов в месяц. Еще около 5 долларов – пособие по бедности. Деньги уходят на лекарства детям, а с продуктами питания помогает мать. Иногда соседи. У двухлетнего сына Манежи тяжелая форма ДЦП. Ребенок парализован и ничего не видит. Отец детей даже не спросит, что они едят, что одевают и где ходят. Ему неинтересно, болеют ли они, здоровы ли они. Соседи изредка могут поделиться с Манежей картошкой и луковым молоком для маленького ребенка. Но основа рациона – хлеб. Манежа покупает разом мешок муки и раз в несколько дней ходит к соседям, чтобы испечь лепешки. Дети едят хлеб на завтрак, обед и ужин. Из-за недостатка питательных веществ малыши часто болеют. В месяц нам нужен мешок муки. Дети маленькие, им нужно много есть. Другой питательной еды нет. Иногда и хлеба нет. Президент Таджикистана Рахмон подписал постановление, согласно которому производители муки обязаны будут обогащать свою продукцию полезными веществами – цинком, железом, витамином В12 и фолиевой кислотой. Согласно официальной статистике, почти треть населения страны живет за чертой бедности. И основным продуктом питания для этих людей являются мучные изделия. Такой рацион приводит к нехватке практически всех полезных веществ в организме. Обогащение муки, по мнению властей, поможет выправить ситуацию. Тогда и проблема борьбы с бедностью, видимо, потеряет свою остроту. Например, железо мы предложили добавить в муку, так как наше население ест в основном именно мучное. Все население, дети, начиная с года до пожилых, едят очень много хлеба. Мы даже рис и плов с хлебом едим. Добавкой железа мы решим проблемы с малокровием. Добавим витамин В12, мы решаем проблему нехватки витаминов в организме. Закон об обогащении муки был принят еще в прошлом году, но фактически не исполнялся. Дорого. Для этого нужно переоборудовать все мукомольные предприятия страны, что отразится на цене продукции. Да и добавки пришлось бы завозить и за границей. Но постановление Рахмона окончательное, и теперь его придется исполнять. Чиновники уверяют, что все оказалось не так плохо. Цены вырастут якобы незначительно. Правда, в своих новых, спешно сделанных после публикации и постановления, подсчетах указывают только стоимость самих добавок. Одной из причин задержки принятия этого закона были опасения о росте цен на муку. Но мы посчитали, что расходы незначительные. Если мешок муки стоит 200 сомуней, то добавка поднимет цену всего на 1 сомуней. По словам чиновников Минздрава, на обогащении муки они останавливаться не будут. Они предлагают добавки для питьевой воды и растительного масла, второго по популярности продукта в стране. В России с начала года цены выросли почти на 3%, что выше, чем в прошлом году. Ситуация меняется от региона к региону. Где-то выросли цены на продукты, где-то основная проблема – это коммунальные услуги. Мария Механошина расскажет о том, на чем экономят жители разных регионов с разным достатком. Везде стоит сейчас 400 грамм, хотя всегда было в районе 800-750, что ли. То есть если ты берешь, у тебя три мужика дома, ты берешь две пачки, потому что они, ну, столько не наедятся. Это на полтора мужика, это не на три. Хотя же цена та же самая осталась, пожалуй. Екатерина Седова сейчас считает каждый рубль. Ее семья к нуждающимся не относилась. У мужа собственный небольшой бизнес по поставке морепродуктов. В этом году доходы резко сократились, ушло много клиентов. Это кафе и покупатели из Китая. А расходы семей, наоборот, выросли, особенно на продукты и бытовую химию. Евгений Маскаев из Благовещенска работает начальником отдела в компании по производству медтехники. Зарплата, несмотря на пандемию, у него не уменьшилась. Но расходы значительно выросли, особенно на коммунальные услуги. В семье трое детей, все они на самоизоляции уже несколько месяцев. Утром все уходили на работу, то в садик, то, допустим, в школу. А сейчас, соответственно, расход электроэнергии, потребление воды и прочее, было немного утром. И, соответственно, основная масса вечера. Сейчас это практически целый день. В этом году семья стала серьезно экономить на еде. Вместо нескольких сортов колбасы в холодильнике только один – докторская. Фрукты из рациона пришлось исключить. О планах на отпуск и ремонт вообще пришлось забыть. Цены на продукты выросли значительно в этом году и в Екатеринбурге. Руководитель благотворительного фонда «Люблю и благодарю» Римма Мачалкина говорит, что нуждающихся в этом году стало больше. Главная причина – пандемия. У нас увеличились категории, которые приходят к нам за питанием. Это семьи, у которых раньше было все хорошо до наступления пандемии. А потом, когда потеряли работу, они стали искать, где бы им получить какую-то поддержку. Далее появились такие пенсионеры, которые, по сути, имеют нормальные пенсии. Но они вынуждены стали помогать своим детям. По данным Росстата, в сентябре инфляция в России составила 3,67%. Банк России прогнозирует, что она может продолжить рост до начала 2021 года. При этом, по официальным данным, падение реальных доходов россиян в среднем по стране за второй квартал, то есть с начала пандемии, 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это антирекорд с 1999 года. Мария Механошина для «Настоящего времени». Власти Туркменистана ужесточили масочный режим. МВД сдало распоряжение, согласно которому каждый полицейский ежедневно обязан выписывать хотя бы один штраф за отсутствие средства защиты. Если стражи порядка не составят подобный акт, они должны оплатить штраф сами или же оформить его на своих друзей или родственников. Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», после выхода этого распоряжения полиция усилила меры по задержанию и наказанию нарушителей. Например, в Марыйской области полицейские проводят рейды на дорогах. И если выявляют водителей или пассажира без маски, забирают права, а машину доставляют на штрафстоянку. При повторном задержании водители выписывают штраф в размере 50 монатов, это около 14 долларов. А если нарушитель попадается еще раз, то штраф может достигать 250 монатов, порядка 72 долларов. Напомню, что власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране нет ни одного случая коронавируса. Тем не менее, во многих городах введены карантинные ограничения, а Минздрав рекомендует гражданам пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, сколько мы ни просили, ни отдавать преступных приказов, ни применять насилие против граждан. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Астероиды могут помочь нам решить великие тайны о происхождении Солнечной системы и как образовались планеты. Эти небольшие скалистые миры могли бы предложить новые возможности, как ресурсы или использование их в качестве пит-стопов для будущих космических исследований.